Субтитры делал DimaTorzok В хорошем смысле. Четырехполосная дорога на многострадальной Таёшке – это вам не шутки. Наш корреспондент прошлась по территориям, где уже взялись за обновление. Смотрите сюжет. Сезон ремонта в Новом Уренгое начался с улицы Магистральная. Её ждут большие изменения. От развязки Солнечной до Кольцевого перекрёстка в районе аэропорта появятся 5 километров новой дороги. А ещё тротуары, освещение. Обновят инженерные сети и озеленят всё, что можно. Дорожники уже перекрыли первый участок, где сняли старый асфальтобетон. Параллельно взялись и за другие территории. Проезд в районе Мирный вдоль домов 1822-2381. Также проспект Ленинградский. До домов улицы 26-го съезда КПСС 6А. Улица Интернациональная 22А44А. И улица Сибирская 6567-69. На участках появятся удобные тротуары, парковка и новая проезжая часть. Также будет установлено освещение и проведена рекультивация зелёной зоны. Сроки выполнения работы определены контрактом по 30 октября. До 1 августа недоступен для проезда и участок от перекрёстка дорог улиц Таёжная, Юбилейная и геологоразведчиков до пересечения с Ямальской. Уренгой Дорстрой демонтирует здесь все устаревшие конструкции и покрытие. Второй этап реконструкции от улицы Ямальской до улицы Новой продлится до середины октября. Все ремонтные работы рассчитаны на два года. Обещают подарить жителям четырёхполосную дорогу, соответствующие тротуары, тёплые остановки и освещение. Преобразятся не только городские улицы. 22 мая начался ремонт внутриквартальных проездов в микрорайоне Мирный и на улице Тундровая. Дорожники стараются и просят жителей только об одном – убрать припаркованные автомобили. Так процесс пойдёт быстрее. Новоуренгуйцы уже заметили суету рабочих возле подъездов. Пока что во дворах занимаются демонтажом. Но постепенно, например, приехав после отпуска, некоторые даже не узнают знакомые уже давно тротуары и дороги. Ну, когда-то ведь надо начинать обустраивать, правильно? Думаю, что, в принципе, улучшение только за. Тут тротуар был, но просевший уже немного. Вот. А так хорошо, конечно, что начали ремонт делать, потому что давно уже требовался. Я стресс не испытываю. Я только за ремонт. Это же благоустройство всё для людей, чтобы было красиво, всё чистенько, аккуратненько. Я считаю, что это большое спасибо, что уделили нам внимание по поводу этого ремонта. Дискомфорта абсолютно никакого нет. Просто даже какая-то радость и удовольствие, что оно будет красиво и удобно. В 2022 году в Новомуренгой обновили почти 13 километров дорог. В этом в планах властей сделать в два раза больше. Сезон только стартовал. И это ещё не все территории, которые уже давно взяли на карандаш для реконструкции. Дальше больше. Татьяна Забродина, Алексей Емелёв, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. В этом году на Ямале станет на два асфальтобетонных завода больше. Про один мы уже рассказывали. Он появится в Новомуренгой у компании УГСК. А второй построят в Надыме. Оба завода позволят ускорить ремонт дорог в муниципалитетах. Они оснащены современным оборудованием и производят смеси по новым ГОСТам. Объём работы в округе в этом году вновь впечатляющий. 175 километров. Всего на территории Янау в этот дорожный сезон будут работать 32 таких завода. Суммарно они смогут производить до трёх тонн асфальтобетона в сутки. В Новом Урингое высадят почти 150 тысяч цветов. Традиционно клумбы появятся на площади памяти, аллеи мужества, перед администрацией города, в сквере «Белые ночи» и в других частях города. В планах у подрядчика смонтировать 100 конструкций для вертикального озеленения. Город украсит неприхотливые и выносливые цветы. Бархатца, бегония, биологи, рань. Компания «Геоспецстрой» закупает в питомниках саженцы. Высаживать их начнут с начала июня. Помимо клумб, внимание уделят газонам, деревьям и кустарникам. Их обещают привести в порядок после долгой зимы. У суровых ямальских детей суровые развлечения. Они катаются на льдинах, наплевав на всю рискованность этого развлечения. Подробнее в новостях короткой строкой. Жители Янао призывают не выходить на тонкий лед. В округе пришло время паводка, и правоохранители стали чаще получать сообщения о происшествиях на реках. На отколовшиеся льдины выходят дети, не понимая опасность такого развлечения. Они катаются на льдинах, перепрыгивая с одной на другую. Следком Янао призывает взрослых не подходить к рекам и следить за своими детьми в период ледохода и паводка. Главный муфти Янао Хайдар Хафизов удостоен ордена дружбы. Высокую государственную награду вручил президент России Владимир Путин за укрепление дружбы между народами, заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций. Хайдар Хафизов возглавил Ямайское духовное управление мусульман в декабре 2005 года и активно включился в развитие общины. Сейчас духовное управление объединяет 14 религиозных организаций. В начале июня на Ямале стартует летняя трудовая кампания для подростков. Летом планируют трудоустроить 5,5 тысяч ребят, а всего в 2023 году поработают 6 тысяч несовершеннолетних ямальцев. В приоритетном порядке места получают льготные категории. В этом году в числе первоочередников также и дети, чьи родители участвуют в специальной военной операции. Традиционно ребята займутся благоустройством и озеленением городских территорий. А также попробуют себя в роли курьера, перепрётчика документов, помощника библиотекаря, делопроизводителя, аниматора и воспитателя. За полный отработанный месяц подросткам заплатят не менее 40 тысяч рублей. Власти Янау выделяют бесплатные путёвки в лагерь детям из подшефной Волновахи. Поедут они в Геленджик, в Лазурный берег. Участников первой и второй смены уже набрали. Набор на третью и четвёртую смены начнётся в июне. В акционерном обществе Сибирская нефтегазовая компания входит в периметр Роснефти стартовал традиционный смотр-конкурс названия «Лучший по профессии». Наша съёмочная группа побывала на береговом опорном газовом промысле и посмотрела, как работники предприятия справляются с конкурсными заданиями. Измеряется в процентах, выбираем F2, загружаем пробозагрузочное устройство, контрольный образец, пластинка сюда, к окошечку. В Сибирске нефтегазе стартовал ежегодный конкурс профмастерства «Лучше по профессии». Участники – представители основных рабочих специальностей газодобывающей отрасли. Конкурс состоял из теории и практики. И хотя подобные манипуляции работники выполняют ежедневно, делать это под строгим взором жюри очень волнительно. У нас главная документная методика, по которой мы работаем, мы её открываем и работаем, как на автомате уже. А здесь уже более углублённо, чтобы показать свои профессиональные знания. Такие конкурсы дают участникам возможность проявить себя, показать, на что способны, а руководителям выявить и поощрить перспективных сотрудников. Руслан Калимулин работает слесарем, участвует в смотре конкурса уже третий раз. В 2022 году стал победителем и представлял Сибнефтегаз на финальном этапе конкурса дочерних обществ компании «Роснефть». Ну и первый раз, как бы, было то, что переживал, волновался, как бы, вместо, как бы, особо такого не занял. А в том году, как бы, я уже уверенным был и выступил, как бы, ну, для меня, как бы, я считаю, хорошо. Но в этом году, если получится, выступлю ещё лучше. Конкурс «Лучший по профессии» — это часть мотивационной корпоративной программы компании «Роснефть». Она способствует распространению передового опыта, повышению престижа рабочих профессий, внедрению новых технологий. В первый день, кроме лаборантов и слесарей, конкурсные испытания проходили и машинисты технологических компрессоров. Первую запускаем, вторую — «Роснефть». Воздух одновременно открывается у нас клапана подачи. Да, и будем останавливать. Масло из маслобака. Смотр-конкурс проводится именно по рабочим специальностям, для того, чтобы работники имели возможность своего роста профессионального, проявили свои навыки и умения. То, что они работают в своей обычной обстановке, применили это в духе соревнований, доказали себе и работодателю свою значимость. Конкурс продлится до конца этой недели. Своё мастерство продемонстрируют ещё геологи, операторы по добыче нефти и газа, электрогазосварщики и представители других профессий. Лучшие из лучших представят «Сибнефтегаз» на финальном этапе конкурса, который пройдёт этой осенью в Уфе. Ирина Кузнецова, Гюля Димитрадзе, Алексей Емелёв, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Сейчас короткий перерыв на рекламу. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Программу льготного кредитования в арктических регионах могут запустить уже этим летом. Сроки старта спрогнозировал полномоченный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Сообщает Реонедвижимость. В разговоре с журналистами он отметил, аналогичная программа по выдаче льготных ипотек успешно реализуется в Дальневосточном округе, поэтому есть смысл запустить её и на других арктических территориях. Ранее Трутнев дал поручение Минфину, Минстрою и Минвосток развития подготовить необходимый документ для запуска проекта. По аналогии с Дальним Востоком предлагается выдавать кредиты на покупку жилья по 2% годовых. Ямальские льготники смогут получать соцподдержку в «пятерочках». Янау стал первым регионом России, где внедрили такую разновидность господдержки. Часть льготников вместо готовых продуктовых наборов или денежных средств будет получать электронные сертификаты для самостоятельного приобретения товаров в сети «пятерочка». Сертификат привязан к платежной системе «Мир» и единой карте жителей Ямала. Также округ запустил пилотный проект по приобретению льготниками молочки. Деньги на нее переводят на электронный сертификат. Пока такая возможность есть только у жителей Надымского района. При положительном отклике северян ее распространят и на другие муниципалитеты. По мнению властей, главное преимущество электронных сертификатов – эффективность доведения льгот до потребителей. Ямальский день оленевода в этом году посетили более 200 тысяч туристов. И эта цифра стала рекордной в округе. Например, в 2018 году участниками праздника стали только 70 тысяч человек. Итоги зимнего туристического сезона подвели в департамент молодежной политики ЯНАО. День оленевода обычно кочует по разным городам и поселкам округа с конца февраля и по апрель. В этом году самым массовым стал праздник в Салихарде и Ноябрьске. В обоих муниципалитетах побывали около 50 тысяч гостей. А в Новом Оренгое – 28 тысяч. Пока охотники выслеживают дичь, за ними самими бдительно следят надзорные органы. Инспекторы выезжают с проверками прямо в тундру. На одном из таких рейдов побывала и наша съемочная группа. В этом году потепление на Ямале совпало еще и с началом сезона охоты на гуся, который, между прочим, считается престижной добычей среди охотников. Но вместе с любителями пострелять пернатую дичь в тундру приходят и сотрудники охраны биоресурсов и Росгвардия для того, чтобы проверить, что все проходит по правилам. Специалисты регулярно выезжают в охоту годья, проверяют у охотников разрешение на добычу, на оружие, а также смотрят, правильно ли оно хранится. Одно из частых нарушений – неразряженное ружье в машине без чехла. Охота на гуся – дело непростое. Тут нужно и чучело с собой привезти, и скрадок подготовить, а главное – найти хорошее место. И охотники уже во всю эти места ищут. Патрулироваться территория наших охот угодий должна практически постоянно. Это в период интенсивной охоты, сейчас весенняя охота началась, идет интенсивная охота, и нужно постоянно контролировать охоту угодий. Вроде все охотники, каждый раз надо всегда объяснять, что люди понимали, на что они могут охотиться, какое количество, все это мы контролируем. В Новом Уренгое работает пять охотничьих инспекторов. Проверяют они не только Пуровский, но еще и Надымский район. Говорят, что злостных нарушителей на Ямале немного. Основное, что забыл там, забыл записать, потерял ручку, пока по лицу ходит. Ну, такие вот, ну, а бывает, что замерз до такой степени и сел в автомобиль с расчехленным оружием. Вот такие небольшие нарушения, ну, которые могут тоже привести к плачевным последствиям. За такие, хоть и небольшие нарушения, могут быть возбуждены административные дела. Служба охраны биоресурсов проверяет соблюдение правил охоты, а вот Росгвардия занимается контролем оружия. Охота же проводится с использованием оружия. Контроль за оборотом оружия – это часть нашей функции. Часть, одно является одной из наших задач. Контроль за оборотом гражданского, служебного оружия, боевого ручного стрелкового, поэтому рейды такие очень интересные. Если говорить про закон охраняющегося, на то, которое ранее было выдано разрешение, ну, разрешение имеет свой срок, свой срок действия пятилетний. Бывает, что люди забывают продлевать вовремя, соответственно, предусматривает соответственность вплоть до конфискации. А вот если оружие человеку не принадлежит, то это уже уголовка. Ну, а если у вас все документы в порядке, то соблюдайте правила и добро пожаловать в тундру. Гусь – это страсть. Это страсть. Это каждый год обязательно. Выезжаем с друзьями. Вот сейчас местечко подберем, потом друзья подъедут. Ну и будем ждать. Какие-то секретные места уже у вас есть на гуся? Ага, ну, наработанные свои места, кто же расскажет. Юлия Димитрадзе, Алексей Емелев, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. В Новоуренгуйской гимназии появятся классы китайского языка. С нового учебного года его также начнут преподавать в двух школах Салихарда и в Центре технического творчества в Лаботнанге. А через месяц группа ямальских школьников отправится в Китай на языковую стажировку. Об этом стало известно на встрече Дмитрия Артюхова с директором Института стран Азии и Африки МГУ Алексеем Маслова. Они договорились создать совместные программы и конкурсы по изучению культуры и истории Востока в ямальских школах. Уже этим летом при поддержке курирующего института ямальские преподаватели новой дисциплины смогут поехать в Китай для погружения в культуру страны. Понимаем важность, значимость разворота. Надо, чтобы у нас появлялись какие-то системные решения. Уверен, это будет востребовано у самих детей, родители это будут поддерживать. И мы хотим именно высвать системную работу. То есть нам нужна помощь в том, чтобы правильно эту работу начать. 2310 девятиклассников Ямала сегодня писали итоговую аттестационную работу по физике, истории, биологии и родному языку. Геа обязательна для всех учеников девятого класса. В этом году в Янауэ это актуально для семи тысяч ребят. Чтобы получить аттестат, нужно успешно пройти испытания по русскому языку, математике и еще двум предметам по выбору. Наибольшей популярностью пользуется информатика, общество знания и география. Экзамен длится от двух до четырех часов. Из каждой второй аудитории будет вестись прямая трансляция с экзамена. На обработку и проверку работ у компьютеров и экспертов уйдет не более десяти дней. Перездавать в случае неудо можно не более двух предметов. Следующий экзаменационный день 30 мая. Школьники покажут свои знания в химии. Желаю школьникам справиться с волнением. У вас все обязательно получится. На этом прощаюсь с вами. Информационный блок продолжит программу «Патруль». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова